Как и ожидалось, марка Skywell в компанию к электрическому кроссоверу E-T5 привезла гибридный. Называется он HTI. Ну, как мы могли его не протестировать? Правильно, никак. Название-то новое, однако намётанный глаз сразу определит, что кузов у HTI тот же самый, что и у электрического E-T5. Отличие только в оформлении носа. Новая радиаторная решётка увеличила габаритную длину на 2 сантиметра. Других дизайнерских изменений в экстерьере нет. Те же сдержанные лаконичные формы. Такая же светящаяся надпись с названием «Компания на корме». И сразу обратите внимание на зазоры. А какова окраска кузова? Я бы рад бы до неё докопаться, но не получается. Ладно, продолжаем. Локализации нет. HTI импортируется из Китая. Наиболее концептуально близкий конкурент гибридный Cherry Tiggo 8 Pro E. Тестовый Skywell в топовой комплектации Luxury стоит 4 790 000 рублей. Базовая версия обойдётся на 800 000 дешевле. Главная особенность HTI – гибридная силовая установка. Skywell её поставляет компания BioID – мировой лидер по производству электрических и гибридных технологий. Кстати, в своё время BioID начинала с того, что производила батарейки для сотовых телефонов. Под капотом установлен бензиновый мотор. Полуторалитровый атмосферник выдаёт мощность 103 л.с. и 135 Нм крутящего момента. У него на редкость высокая геометрическая степень сжатия – 15,5 на единицу. Двигатель работает по экономичному циклу Миллера и спокойно переваривает 92-й бензин. Большую часть времени ДВС работает в режиме генератора, подзаряжая расположенную под полом литий-ионную тяговую батарею. В двух начальных комплектациях её ёмкость 21,7 кВт-часа, а в топовой версии аккумулятор уже посолиднее – 32,8 кВт-часа. И лишь когда заряд ослабнет или машина наберёт хороший ход, бензиновый мотор принимается крутить передние ведущие колёса напрямую. Вернее, через одноступенчатый редуктор. Спереди расположен трёхфазный электромотор. Максимальная мощность – 177 л.с. Крутящий момент – 300 Нм. Но это в пике. Средняя – 30-минутная отдача пониже 75 л.с. При неизменной тяге в 300 Нм. Показатели вроде не самые выдающиеся, однако на ходу HTI показал себя бодрячком. На старт с места до сотни у него уходит всего 8,2 секунды. В городе быстрее не нужно. Максимальная скорость ограничена на программном уровне отметкой 170 км в час. Силовая установка построена грамотно. Моментов перехода тяги к колёсам от ДВС вообще не ощущаешь. Понять, что происходит, со стопроцентной уверенностью не получится. Уровень шума виброизоляции высок. Да и никаких толчков подёргиваний не происходит. А ещё интересно играться с настройками системы рекуперации. Ползунок выводим на максимум. Отпускаем педаль акселератора. И тормозами можно почти не пользоваться. Попутно, кстати, происходит пополнение запаса энергии в аккумуляторе. Как утверждает производитель, при полном баке в 60 литров и полностью заряженных батареях пробег составляет 1260 км. Если это правда, то это круто. Ну, только если. А на одной только электротяге Skywell способен преодолеть 145 км. Как водится, в реальных условиях запас хода выходит на 10-15% ниже. Но это всё равно очень достойные показатели. На машинах с привычным ДВС такие пробеги казались бы фантастикой. Привод тут только передний, поэтому на бездорожье съезжать не следует. Да и клиренс 146 мм. Поэтому ареал обитания этого автомобиля — асфальт. В дальней дороге Skywell позволит вам долго сохранять свежесть и бодрость не только благодаря хорошему акустическому комфорту, но и грамотной работе адаптивного круиз-контроля. HTI будто приклеивается к переди идущей машине и не отстаёт даже на высокой скорости. Есть толк и от системы удержания в полосе, подруливающей машину, если водитель отвлёкся. Хотелось бы только скорректировать работу задней подвески. На дорожных волнах Skywell вальяжно покачивается. Впрочем, далеко не все любят жёсткие шасси. Ну а быстрая, напористая езда сокращает запас хода. Придётся чаще подъезжать к зарядным терминалам. Базовая версия HTI способна принимать только переменный ток, а топ-модификация дополнена возможностью подзарядки от терминалов быстрой зарядки постоянным током. И, конечно же, есть лючок бензобака, но есть хитрость. Просто так вы его не откроете. Нужно открыть салон, запустить двигатель и на бортовом компьютере нажать кнопочку. И только после этого вы получаете доступ к бензобаку. В первом случае на пополнение запаса энергии в аккумуляторе уходит несколько часов. Во втором батарею можно зарядить до 80% ёмкости всего за полчаса. Как раз хватит, чтобы сходить на бизнес-ланч или провести видеоконференцию. А можно и вовсе вздремнуть. Skywell предлагает уникальную для автомобиля фишку – раскладывающиеся в шезлонг автомобильное кресло. Нажал на кнопочку. Эх, где же мои пляжные очки? Ещё и... Подушечка снизу поднимается. Благодать. На фоне таких возможностей наличие системы вентиляции в креслах кажутся само собой разумеющиеся. Кстати о свете. Есть в оснащении ещё одна уникальная для нашего рынка опция – лазерные фары, способные бить на расстоянии до 600 метров. Столь продвинутую оптику до недавних пор можно было увидеть лишь на премиальных моделях Audi и BMW. Да только где они теперь? А Skywell, вот он, бегает по российским дорогам. Дизайн салона никаких видимых отличий от электромобилей ЕТ-5 не имеет. Всё красиво. Те же качественные материалы. Мягкий пластик. Приятная замша. Всё под дерево. По тактильным ощущениям, HTI интереснее многих своих одноклассников и конкурентов. Посадка удобная. Руль и сидение регулируются в больших диапазонах. Уровень боковой поддержки сбалансирован. Подходит как для неспешной, так и для активной езды. В салоне есть все атрибуты современного автомобиля. Виртуальная панель приборов, беспроводная зарядка для смартфонов, панорамная крыша, система кругового обзора. Не в обиде и задние пассажиры. Условия тут созданы отнюдь не по остаточному принципу. Тут тебе и подлокотничек с подстаканниками. Можешь на Зуэль у пассажира немножечко пораздражать. Розеточка на 220 присутствует, не считая USB-разъёмов. И вообще места более чем достаточно. Ваши дети и тёща, ну а кто тут ещё ездит, будут рады. А тёща это главное. Запасу пространства позавидуют даже более крупные автомобили. Место навалом по всем направлениям. Отдельное спасибо за отсутствие трансмиссионного тоннеля. Пол тут совершенно ровный. У спинок дивана есть регулировка по углу наклона. Не забыли и про центральный подлокотник. Также есть разъём для гаджетов и даже розетка на 220 вольт. Эта полезнейшая опция в кроссоверах встречается крайне редко. Багажник тоже радует простором. Но запаски под полом не предусмотрено. Там, где она обычно располагается, размещен сабвуфер. Для целевой аудитории он, видимо, важнее. Автономность, экономичность, богатое оснащение, простор и комфорт в салоне. Мне не хватило, наверное, только полного привода. Надеюсь, Skywell в будущем сделает такой версии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok